Да их и не будет, если мы будем еще 10 лет плодить юристов и экономистов, и политологов, а не специалистов. Мы говорили уже о узких специалистах. В данном случае в науке они, конечно, необходимы, хотя там тоже должно быть обширное образование в своем изначале. Я думаю, что весь вопрос заключается в том, что мы потеряли вот эти очень важные направления. Это физмат, я не знаю, я тоже не сильно в этом разбираюсь. Очень много стали уделять время и образованию таких направлений, которые, в общем-то, занимаются обслуживанием населения, но никак не развитие науки. Вот и все. Потому что, а уж те единицы, которые из этой системы каким-то образом все-таки получаются, вот эти гении, они, естественно, ищут работу за рубежом. Мое такое мнение. Надо вернуть опять, мы опять смотрим назад, когда школа, пусть это называется советская школа, к которой я очень хорошо отношусь, высшая, советская высшая школа образовательная была, очень неплохая. И готовили всегда очень хороших специалистов. Творчество, инвестиции, они есть, мне кажется, но я тоже наблюдаю за какими-то очень странными финансовыми движениями, которые все время находятся в ареале строительства каких-то корпусов. Ученому корпуса не нужны, им нужна лаборатория, стол, рабочий стол, компьютер и эти мыши, понимаете, в нужном количестве. Или там, я не знаю, телескоп. Вот это ему нужно. А когда мы начинаем грохать деньги на инфраструктуру в виде туалетов, конференц-залов и боулингов, мне кажется, это неправильное направление.